Замечательно, всё, вижу огонёчки, вижу, что вы меня слышите. Хорошо, давайте тогда начинать. Давайте вспомним, на чём мы с вами закончили в прошлый раз. Мы с вами обсуждали такую тему, как нахождение числа по его дроби. И, соответственно, решали на эту тему задачи. Ну вот, давайте начнём с того, что разомнёмся и решим такую вот задачку. Автомобиль прошёл в первый час 4 девятых всего пути. Во второй час 3 пятых оставшегося пути, а в третий час весь остальной путь. Известно, что в третий час он прошёл на 40 километров меньше, чем во второй час. Спрашивается, сколько километров прошёл автомобиль за все эти три часа вместе. Ну, соответственно, давайте попробуем как-нибудь решить эту задачу. Если у вас что-то получится, напишите это в чат. Ну и дальше посмотрим, как это надо было решать, какой был правильный ответ. Спасибо. Так, второй час 1 треть. Ну, действительно, логично, что для того, чтобы посчитать в итоге всё, что у нас нужно найти, то есть нам нужно, по сути, найти, сколько он прошёл в первый час, сколько прошёл в второй, сколько в третий, ну и, соответственно, затем это всё сложить. Значит, логично, что нам, наверное, надо посчитать, какую часть от всего пути он прошёл, соответственно, во второй час, какую часть в третий час. Вот предлагается, что во второй час он прошёл одну треть, а в третий час в две девятых. Давайте посмотрим, как, собственно, это надо посчитать, да? Ну, если у нас известно, что он прошёл в первый час четыре девятых всего пути, значит, мы можем вычислить, сколько после этого ему осталось пройти. Ну, раз в первый час четыре девятых, значит, мы из единицы вычитаем четыре девятых. Получаем, соответственно, девять девятых минус четыре девятых, то есть пять девятых. А что такое пять девятых? Пять девятых – это у нас то, сколько ему осталось пройти после первого часа, то есть то, сколько он прошёл за второй и третий час. Так, 360 километров. Ну, сейчас посмотрим. Значит, пять девятых – это у него второй и третий час. Дальше известно, что во второй час он прошёл три пятых оставшегося пути. Значит, мы теперь пять девятых умножаем на три пятых, это мы узнаем, сколько он прошёл, соответственно, за второй час. Значит, пять девятых всего пути осталось после первого часа, и, соответственно, известно, что три пятых. Ну, умножаем, получаем три девятых, она же, соответственно, одна треть. Значит, одну треть всего пути он прошёл за второй час. Соответственно, раз он прошёл за первый час четыре девятых, за второй час одну треть, значит, за третий час у нас получается он прошёл пять девятых минус одну треть. Ну, вычисляем, приводим это к общему знаменателю, общий знаменателю 9, в части пять девятых минус три девятых, две девятых, действительно. Значит, действительно, у нас в первую час прошёл четыре девятых всего пути, во второй час одну треть всего пути, и в третий час две девятых всего пути. Так, тоже 360 километров, хорошо. Дальше, у нас известно, что в третий час он прошёл на 40 километров меньше, чем во второй час. Ну, в принципе, мы можем составить теперь уравнение. Значит, пусть у нас весь х, весь путь обозначим за х. Значит, весь путь х километров. Тогда, поскольку мы знаем, что за второй час он прошёл одну треть всего пути, значит, получается, за второй час он прошёл, соответственно, одну треть умножить на х километров. А за третий час он прошёл две девятых всего пути, значит, две девятых умножить на х километров. И известно, что в третий час он прошёл на 40 километров меньше, чем во второй. Но, значит, если мы из того, что он прошёл за второй час, вычтем 40, то должно получиться то, сколько он прошёл за третий час. Ну, соответственно, вот мы составили уравнение. Теперь нам нужно решить это уравнение, найти отсюда х. Давайте решим и найдем. Давайте перенесем 2 девятых в левую часть и, соответственно, 40 в правую часть. Получаем 1 треть х минус 2 девятых х, это у нас 49. Соответственно, переводим к общему знаменателю. Получается 3 девятых х минус 2 девятых х, это 1 девятая х. Значит, 1 девятая х, это у нас 40. Ну, соответственно, х получается, это 40 разделить на 1 девятую, ну, либо 40 умножить на 9 первых. Потому что мы знаем, что, чтобы поделить на дробь, надо умножить на перевернутую. Умножаем 40 на 9, действительно получаем 360. В принципе, в этой задаче можно было не составлять уравнение, просто подумать сразу, да, что если у нас за второй час пройдена 1 треть всего пути, то есть, по сути, 3 девятых всего пути, а за третий час 2 девятых всего пути, то разность того, сколько пройдено за второй час и за третий час, это 1 девятая всего пути. Ну, и мы знаем, что если 1 девятая всего пути – это 40 километров, то, соответственно, чтобы найти весь путь, надо 40 разделить на 1 девятую. В принципе, мы ровно то же самое делаем, когда составляем уравнение. Тоже в конце мы делим 40 на эту самую 1,9. Ну, в общем, так или иначе, с уравнением или без, должно было получиться 360. И у всех так и получилось. Очень хорошо. Так, ну, я думаю, что с этим, наверное, понятно. Давайте двигаться дальше. И следующая наша тема – это дробные выражения. Давайте рассмотрим, например, дробь 2 третих. Ну, что такое дробь 2 третих? По сути, дробь 2 третих равна частному от 2 поделить на 3. Ну, если мы можем с помощью дробной черты записать частный на двух чисел, то, в принципе, логично, что мы с помощью дробной черты можем записать и частное отделение какого-то выражения на другое выражение. Ну, например, если у нас есть такое выражение 41,3 минус 4,4, все это разделить на 15,3 плюс 33,9, то мы можем записать это с помощью дробной черты. Соответственно, у нас делимое идет в числитель, а делитель идет в знаменатель. Ну, и после этого мы можем выполнить действие, которое у нас присутствует, ну, и знать, чему равно это дробное выражение. В данном случае получится 3 четвертых, ну, либо же 0,7500. Так вот, по определению у нас частное двух чисел или двух выражений, в котором знак деления обозначен дробной чертой, называют дробным выражением. Ну, дробные выражения, они могут быть разные, они могут содержать в себе числа, буквы, сами могут содержать другие какие-то выражения, то есть там могут быть дроби, опять же, в дробных выражениях, там в числителе или в знаменателе, какие-то сложения, вычитания, умножения, в принципе, все, что угодно. То есть, по сути, любое выражение, в котором есть дробные черта, это и будет дробное выражение. Вот у нас тут есть примеры, как они могут выглядеть. Ну, соответственно, видим тут и дроби, и числа, и буквы, и буквы вместе с числами, и все, что хотите. Хорошо. Ну, соответственно, так же, как у обычных дробей, когда у нас есть дробное выражение, то то, что стоит над чертой, называется числителем, то, что стоит под чертой, называется знаменателем. Ну, и как я говорила, числителем и знаменателем могут быть буквы, числа, выражения и так далее. Что важно про дробные выражения? Важно, что с ними можно работать ровно по тем же самым правилам, по которым мы работаем с обыкновенными дробями. То есть все, что верно будет для обыкновенных дробей, будет верно для дробных выражений тоже. В частности, то, что у нас дробь, мы знаем, не меняется, если у нее числитель и знаменатель умножить или разделить на одно и то же число. Вот это свойство, оно для дробных выражений тоже будет верно. Ну, давайте рассмотрим такой пример. Найдем значение следующее выражение. 3,12 разделить на 1,2. Что мы можем сделать? Мы можем взять и умножить числитель и знаменатель этого дробного выражения на 6. От этого у нас выражение не изменится. Почему мы умножаем на 6? Потому что это, собственно, общий знаменатель дробей 1,2 и 2,3, чтобы просто от дробей от этих избавиться. Мы умножаем. 3,12 умножить на 6 – это у нас 21. 1,2 умножить на 6 – это у нас 10. Получается, что у нас наше дробное выражение равно просто 21,10. Ну, если хотим целый час выделить, будет 2,1. Ну, допустим, следующий пример. Найдем произведение вот таких вот двух дробных выражений. 16,4 разделить на 1,4 и 1,3. Ну, мы знаем, что для того, чтобы найти произведение чего-то со смешанным числом, нужно смешанное число представить в виде неправильной дроби. В данном случае неважно, что у нас первая дробь – это не просто дробь, а именно дробное выражение. Все равно мы поступаем точно так же. Мы представляем в виде неправильной дроби. Получаем следующее произведение. 16,4 умножить на 7 в числителе и 1,4 умножить на 4 в знаменателе. Дальше мы знаем, что когда у нас перемножаются две дроби, то мы можем сокращать числа, которые стоят в числителе, и, соответственно, числа, которые стоят в знаменателе. Но в данном случае мы тоже будем сокращать. Вот мы видим, у нас здесь есть 1,4, а здесь есть 7. Но 7 у нас вообще хорошо, конечно, сокращается с числом 14, а не 1,4. Но, в принципе, с 1,4 мы же тоже понимаем, что будет, если поделить на 7. Ну, соответственно, давайте мы это сокращаем, и остается у нас здесь 0,2. То же самое делаем с числом 4 с 11,4. Это можно сократить на 4, и здесь останется 4,1. Значит, после того, как мы так сократим, у нас получится 4,1 в числителе и 0,2 в знаменателе. Мы знаем, только что говорили, что если умножить и числитель и знаменателе на одно и то же число, то у нас выражение не изменится. Соответственно, умножаем здесь на 10, и числитель и знаменателе. Мы получаем 41,2, а если хотим, целую часть выделяем, будет 20,5. Ну, и давайте такой же пример. Найдем сумму двух таких выражений. 2 разделить на 0,7 и 3 разделить на 1,4. Мы знаем, что для того, чтобы складывать между собой две дроби, их нужно приводить к общему знаменателю. Так вот, то же самое верно и для дробных выражений. Чтобы сложить два дробных выражения, их тоже нужно привести к общему знаменателю. Ну, соответственно, если у нас есть 0,7 и 1,4, мы, наверное, понимаем, что если мы первую дробь и числитель и знаменателю умножим на 2, то получим, соответственно, 4 разделить на 1,4. Ну, затем складываем, получаем 7 разделить на 1,4, умножаем на 10 числитель и знаменателю, получаем 70 разделить на 14, это равно 5. Можно действовать по-другому. То есть можно не пытаться приводить дробные выражения к общему знаменателю, пока у них в знаменателе стоят какие-то дроби там или что-то такое, а сначала упростить каждое само по себе это дробное выражение, и затем уже приводить к общему знаменателю. Ну, например, в данном случае, вот у нас было 2 разделить на 0,7. Мы опять же можем умножить на 10 и числитель и знаменатель, получится 27. То же самое сделаем со вторым выражением, получим 30,14. Ну, 30,14 вообще можно еще и на 2 сократить, будет 15,7. Ну и все, получается у нас общий знаменатель 7, 20 плюс 15, 35. Ну, 35 разделить на 7, это 5. В общем и целом, если подытожить, то смысл основной такой. Дробное выражение – это любое выражение, в котором есть дробная черта, а работаем мы с ними по тем же правилам, по которым мы работаем просто с обычными обыкновенными дробями. Все можно делать то же самое. Можно приводить к общему знаменателю, можно домножать на одно и то же число, делить на одно и то же число, числитель и знаменатель от этого выражения не изменится. Если нам нужно перемножить дробное выражение, мы также умножаем числитель на числитель, на знаменатель на знаменатель. Ну, в общем, короче говоря, мы с ними делаем все то же самое, что с дробями. Давайте попробуем что-нибудь порешать. Думаю, что все понятно будет. Ну, давайте найдем значение выражения под буквой А. 3,2 разделить на 12,8. Что у нас получится? Ну, смотрите, 4 вряд ли получится, потому что у нас все-таки 3,2 числителя, на 12,8 в знаменателе. То есть у вас явно число, которое меньше, делится на число, которое больше. 4 не может получиться. То есть, условно, у вас 3 делится на 12. Это же не 4. Ну, и все-таки и не 0,4 даже. И даже не 0,4, я боюсь. Ну, скажем так, там число 4 где-то, конечно, присутствует. Но только это ни один из всех перечисленных вариантов, он не подходит. Ни 4,4 не подходит, ни просто 4, ни 0,4. Так, хорошо, давайте разбираться. Ну, как нам найти значение этого выражения? Ну, наверное, во-первых, логично избавиться от запятых, чтобы они нам не мешали. Значит, умножим на 10 числителя и знаменатель. Так, 0,25. Что-то новенькое. Значит, у нас получается 32 разделить на 128. Ну, эту дробь можно сократить. Насколько ее можно сократить? Ну, фактически ее можно сократить на 32. Потому что 128 тоже делится на 32. Значит, если мы сокращаем, то у нас в числителе остается 1, а в знаменателе остается 128 разделить на 32, то есть то самое 4. А это означает, что у нас значение нашей дроби, это будет 1,4. То есть я понимаю, откуда у вас берется 4, а 128 делится на 32, получается 4. Но просто 128 же у нас стояло в знаменателе, ну, значит, и 4 тоже останется в знаменателе. Ну, и действительно, если мы посмотрим, то 1,4 – это то же самое, что 0,25. Значит, у кого получалось 0,25, у вас тоже был правильный. Следите за тем, да, где у вас числа стоят, в числителе или в знаменателе. Будет вам счастье. Можно было, на самом деле, здесь сделать еще и по-другому. Можно было для того, чтобы находить значение этого выражения, когда мы пришли к числу вида 32, 128, то, по сути, то же, что у нас здесь написано. У нас здесь написано деление числа 32 на число 128. Значит, по сути, мы можем взять и просто 32 разделить на 128 столбиков. Ну, у нас получится какая-то десятичная драка, она и будет ответом. Давайте поделим, убедимся, что будет то, что надо. Ну, и действительно, 128 на 5 – это у нас 640. Считаем, получается 0. Вот, видимо, получилось тоже 0,25. Ну, в данном случае, на мой взгляд, наверное, проще одну четвертую все-таки получить. Но, в принципе, можно, вот я говорю, как вам удобно. Если хотите, можете просто делить числительный знаменатель. Если у вас получится конечная десятичная дробь, то есть, слава богу. Боже мой, если кто-то что-то копирует, жалко, что ли. Вы за собой следите. Так, давайте перемен под буквой В решим. Одну целую, одну треть нам нужно разделить на 2 целых, одну шестую. Одну целую, одну шестую. Вот, ага, вижу, вижу, там есть ответ какой-то. Сейчас посмотрим, насколько он правильный. Итак, делаем пример под буквой В. Тридцать пять десятых вижу. Ну, вот даже чисто логически подумайте. У вас число 1 целая, одна треть делится на число 2 целых, одна шестая. То есть, опять же, число, которое меньше, делится на число, которое больше. Но не может же получиться 3 целых пять десятых. То есть, у вас один с чем-то делится на два с чем-то. То есть, явно же число, которое в итоге получится, меньше единицы должно быть. Ну вот, восемь тринадцатых теоретически хотя бы может быть, да, правильным ответом, потому что это хотя бы меньше единицы. Так, одна целая пять восьмых. Это восемь тринадцатых, но наоборот. Это тринадцать восьмых у вас получилось. Следите внимательно еще раз, что у вас в числителе, что у вас в знаменателе. Потому что, мне кажется, что, ну, вот первый пример показал как раз очень сильно, что 4-то у всех там более-менее получилось. Но проблема в том, что мы не понимаем, куда это 4 поставить. Поставили в числитель, получили 4. И получилось неправильно. Там была одна четвертая. Здесь тоже надо смотреть, что у вас где должно быть. Так, тоже восемь тринадцатых, да? Ну, давайте разберемся. Значит, у нас одна целая одна треть делится на 2 целых одну шестую. Как тут можно поступить? Во-первых, можно представить оба этих числа в виде неправильных дробей. Тогда у нас получится 4 третьих. Разделить, соответственно, на 13 шестых. Дальше. Мы знаем, что дробная черта – это то же самое, что деление. Значит, мы можем записать это как 4 третьих разделить на 13 шестых. Ну и чтобы разделить на 2, надо умножить на дробь перевернутую. То есть 4 третьих надо умножить на 6 тринадцатых. Соответственно, сокращаем то, что у нас здесь сокращается. 3 и 6 сокращаются. Двойка остается. Умножаем, получаем 8 тринадцатых. Ура, ура! 8 тринадцатых – это был правильный ответ. Вот я говорю, что 1 целая 5 восьмых – это у вас 13 восьмых получилось. То есть у вас числитель со знаменателем. Мы стоим перепутаться. Как это можно было то же самое сделать, но по-другому? Ну, смотрите, у нас в числителе стоит выражение, у которого знаменатель 3, в знаменателе стоит выражение, у которого знаменатель 6. Давайте мы возьмем эту дробь и числитель, и знаменатель умножим на 6. Что у нас тогда получится? Ну, сверху у нас получится 1 умножить на 6 – это 6, и 1 треть умножить на 6 – это 2, то есть 8. А снизу у нас получится 2 умножить на 6 – это 12, и плюс 1 шестая умножить на 6 – это 1, то есть плюс 1. Ну, все, сразу получается 8 тринадцатых. Ну, опять же, тут можно делать, как вам удобно. То есть если вы хорошо умеете умножать, допустим, смешанные числа на какое-то число, ну, наверное, проще умножить тогда сразу. Если не очень, как бы, с умножением у нас смешанных чисел, можно переставить в виде неправильных дробей и потом умножить. То есть можно было вот на этом шаге уже, когда мы 4 третьих написали разделить на 3 на шестых, умножить и числитель и знаменатель на 6, наверное, было бы попроще. Если нам все еще это не нравится, вот мы можем через деление расписать и с помощью этого тоже решить. И все способы, которые тут показаны, они все правильные, то есть какое вам больше нравится, таким вы и решаете. Так, хорошо, 8 тринадцатых мы получили. Давайте последний примерчик под буквой D. Нужно тоже найти значение выражения. Так, где-то я там видела, была 1,5 восемнадцатых. Что-то, если честно, так на вскидку, как будто бы не похоже. Как будто опять, мне кажется, будет число, которое меньше единицы должно быть. Ну, давайте посмотрим, у кого-то что получится. Что-то, 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 что Спасибо. Спасибо. Одна седьмая, в теории, может быть. Давайте еще кого-нибудь подождем. Ну, или пока подумаем просто вообще, как это все делать. Ну, опять же, тут, в принципе, есть несколько путей. Так, тоже одна седьмая. Что-то мне кажется, что не одна седьмая. Ну, ладно, я так... Сейчас посчитаем, короче. Во-первых, у нас сверху и снизу стоят дроби. Мы, в принципе, можем сразу от этих дробей избавиться. Если мы умножим числитель и знаменатель на тысячу. Почему на тысячу? Потому что у нас здесь один знак после запятой, здесь один знак после запятой, здесь один знак после запятой. Значит, там каждую из этих дробей надо умножить на 10, чтобы не было ничего после запятой. Ну, соответственно, раз каждую из них надо умножить на 10, то все вместе надо умножить на тысячу. Когда мы умножим, у нас получится 24 на 126, на 35. Ну и, соответственно, знаменатель мы тоже умножаем. Получается 63 на 48 на 315. О, 5192 разделить на 9292. Но это же явно можно сократить. Уж как минимум на 2 так точно. Но я думаю, ну что-то еще больше. Так, ну теперь вообще очень хорошо можно все посокращать. Потому что у нас есть, допустим, здесь 24 и 48. Это прекрасно сокращается на 24. Есть у нас 63 и 126. Это сокращается на 63. 2 и 2 сокращаются между собой. И у нас остается 35 разделить на 315. Но это можно на 5 как минимум сократить. Здесь останется 7. Здесь останется 63. Ну и, кажется, 7 и 63 тоже можно сократить. Здесь останется 1. Здесь останется 9. Ну и того, если бы мы все правильно, аккуратно сократили, то у нас осталось бы в итоге все-таки не 1 седьмая, а 1 девятая. Потому что у нас под конец остается 7,63. Ну это на 7 сокращаем, а 1 девятая будет. Ну я точно могу сказать, что 5292 разделить на 9292 – это не то же самое. Потому что у нас в конце получается, что знаменатель делится на 9, а у вас знаменатель не делится на 9. Значит, это не оно. Можно было здесь не умножать все это на какую-то там тысячу, не избавляться от дробей, а сразу сокращать. Ну то есть, по сути, если мы знаем, что 24 и 48 сокращаются на 24, то почему бы нам тогда сразу не сократить 2,4 и 4,8? Ну это же то же самое, здесь просто 2 остается и все. И здесь то же самое, просто здесь 2 остается. Ну и будет у нас там 3,5 делить на 31,5 – это то же самое. В общем-то, действовать тут можно как вам удобно. Ну, единственное, что, наверное, вот как раз-таки брать и перемножать все вот эти числа в числителе и перемножать между собой всем знаменателям – это, наверное, самый сложный путь, потому что по дороге есть очень немаленькая вероятность где-то обсчитаться. Ну и, соответственно, дальше у вас, скорее всего, что-то не так пойдет, какие-то неправильные числа получатся. Если вы хотите что-то спросить, то можно не поднимать руку, а просто в чат свой вопрос написать. Я вам на него отвечу. Так, ну, пока давайте подведем локальные итоги. Значит, что у нас нам показало вычисление значений всех этих выражений. Во-первых, мы говорили, что если у вас получается, да, какое-то число в числителе и число в знаменателе, то, чтобы вычислить до конца это значение, либо мы это расписываем как дробь обыкновенную и, соответственно, сокращаем, либо можем взять и числитель поделить на знаменатель. Если у нас получается нормальная конечная десятичная дробь, то и хорошо это и будет ответ. Значит, когда у нас два смешанных числа делятся друг на друга, то у нас тоже есть два пути. Либо мы представляем это как две неправильные дроби, и, соответственно, делим их друг на друга, заменяем деление умножения, вторую дробь переворачиваем. Либо мы можем домножить их на, соответственно, общий знаменатель и там тоже получим какое-то число. Вот 8 тринадцатых тут получалось. Значит, когда у вас идет перемножение нескольких каких-то дробей в числителе и в знаменателе, опять же, у нас два пути. Либо мы можем избавиться сразу от этих дробей, домножив, соответственно, на тысячу, сто или десять, в зависимости от того, сколько знаков после запятой. Ну, либо можем, в принципе, сразу, на самом деле, сокращать. Главное тут... Наверное, тут самое главное – нигде не запутаться, мне кажется. Особенно не перепутать, где у вас числитель, где знаменатель. Так, ну, давайте попробуем еще немножечко что-то посчитать. Давайте вычислим значение теперь вот такого вот выражения под буквой А. И посмотрим, как удобнее бывает вычислять значение таких вот выражений. Ну, попробуйте сначала все равно посчитать, что у вас получится. Потом посмотрим, что должно было получиться. Ну, в принципе, да, если нигде не запутаться, то все достаточно легко. Ну, то есть тут же, да, основная логика такая, что мы работаем как просто с дробями, просто с дробями мы же вроде умеем работать. Казалось бы, что бы нам тогда с выражением не решать тогда задачу. Просто здесь много чисел, и надо в них нигде не запутаться. Так, ну, давайте сразу скажу такое мысль, что когда у вас есть дробное выражение, и там какие-то идут произведения или деления в числителе и та же самая в знаменателе, то есть у вас нет здесь ни сложения, ни вычитания, а только умножения и деления, то обычно бывает удобно представить, допустим, числитель и представить знаменатель в виде чисто произведений и потом как-то их сократить. В чем идет речь? Ну, вот если мы посмотрим на числитель отдельно, давайте отдельно его распишем. Значит, это у нас 3 четвертых на 1,8. Так, 21 получилось, хорошо. На 1,15 и разделить на 0,7. Ну, во-первых, хорошо бы представить все либо в виде десятичных дробей, либо в виде обыкновенной. Ну, тут, в принципе, можно, конечно, и видеть десятичных, наверное. Ну, в принципе, ладно, да, тут, конечно, как удобнее. Ну, я бы, наверное, в виде обыкновенных представляла. Давайте в виде обыкновенных представим. Значит, это у нас 3 четвертых. 1,8. Ну, если вообще не думать, то можно расписать, что это 18 десятых. Соответственно, 1,15, как неправильный дробь, 6 пятых. И, соответственно, 0,7 нам нужно разделить на 0,7. Ну, значит, разделить на 0,07. Значит, разделить на 0,07. Ну, и получается, значит, у нас 3 четвертых, на 18 десятых, на 6 пятых и умножить на 107. Ну, дальше это можно сократить, насколько возможно. Ну, чего у нас тут? Допустим, 10 и 100 сразу сокращаются. 5 и 10 сокращаются. 4 и 2. 2 и 6. Ну, и кажется, больше ничего не сокращается, потому что сверху осталось 3,18 и 3, а снизу только 7. Ну, значит, надо умножить 3 на 18 на 3. Давайте пока так оставим в таком виде. На этапах, когда вы вычисляете значение какого-то выражения, в том числе и дробного выражения, в принципе, нам не обязательно досчитывать полностью до конца числа, которое у нас получится. То есть вот я вижу, что у меня получилось с числителя 3 умножить на 18 умножить на 3. Я понимаю, что, скорее всего, в конце мне это выражение надо будет как-то сравнивать со знаменателем. То есть там делить, да, на этот знаменатель нужно будет. Но, наверное, когда мы будем делить, мы, опять же, будем там какие-то числа еще сокращать. Ну, так зачем я сейчас буду 3 умножать на это 18 умножать еще раз на 3, если у меня в конце все равно будут числа сокращаться? Так, ну, это получится 162 умножить... Ой, 162 разделить на 7, действительно. Ну, можем так оставить, можем посчитать. Ну, давайте запишем. Значит, что 162 седьмых, допустим. А, хорошо, это мы с числителем разобрались. Давайте со знаменателем теперь разбираться. Что у нас в знаменателе? 1 пятое разделить на 0,49 умножить на 2,5 восьмых. Ну, давайте я сразу 0,49 расписываю как 0,49. Так, ну, а 2,5 восьмых мы представляем в виде неправильной дроби. 2 на 8, 16 плюс 5, 21, это 21 восьмая. Ну, вместо того, чтобы делить на 0,49, мы, естественно, будем умножать на 149. Значит, получается, 1 пятое умножить на 149 и умножить на 21 восьмую. Ну, сокращаем опять все, что сокращается. Ну, 5 и 100, здесь 20 остается. 20 и 8 можно на 4 сократить, 5 и 2. 21 и 49 на 7 сокращается, здесь 3, здесь 7. Ну и все, дальше не сокращается. Значит, у нас сверху 5 умножить на 3. С ней 7 умножить на 2. Ну, мы можем посчитать, в принципе, если хотим, это будет 15 и 14. Вот мы вычислили отдельно числитель, мы вычислили отдельно знаменатель. Теперь, соответственно, в конце нам что нужно сделать? Ну, нам нужно взять числитель и разделить его на знаменатель, потому что мы знаем, что у нас дробная черта, это по сути деление. Значит, последнее действие, это у нас 162 седьмых. Нужно разделить на 15 четырнадцатых. Ну, теперь осталось посчитать, сколько же у нас получится. Так, 1,14, ну, это, собственно, 15 четырнадцатых. Ну, поделите, 162 седьмых на 15 четырнадцатых. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok что-то как-то старт в чем проблема чтобы у нас разделить на 2 надо перевернуть это давать и на нее умножить то есть вам нужно 162 седьмых умножить на 14 15 в чем глобальная проблема умножить 162 седьмых на 14 15 мысли вы посмотрите тут во первых явно это на 7 сокращается на самом деле еще и на 3 сокращается 162 делится на 3 15 делится на 3 так 21 целое три пятых возможно там 21 тоже сверху ну давайте смотрим значит сокращаем 14 7 на 7 здесь остается 2 сокращаем 15 и 162 на 3 здесь остается 5 здесь остается 54 значит у нас 54 умножается на 2 сверху и все это делится на 5 умножаем 54 на 2 это на 108 получаем 108 пятых но если выделить целую часть это действительно будет 21 целое три пятых и так значит если у нас есть какое-то большое выражение дробное то для того чтобы вычислять его значения мы можем отдельно вычислить что у нас получается в числителе потом отдельно вычислить что у нас получается у знаменателя и после соответственно поделить то что получилось числителе на то что получилось знаменатель а можно делать не так можно делать не так давайте посмотрим как можно было это сделать по-другому мы можем сразу рассматривать это дробное выражение в комплексе то есть не отделять от числителя от знаменателя и сразу пытаться с ним работать глядя на него целиком значит какие тут есть полезные приемы для того чтобы это делать во первых смотрите что у нас здесь по сути написано что вы три четвертых должны умножить на 1 8 умножить на 0,5 а затем поделить это на 0,07 но что такое деление деление это у нас по сути вот это удробная черта которая стоит между числителем и знаменатель поэтому если мы хотим заменить деление на умножение а мы всегда хотим заменять деление на умножение потому что мы после этого сокращать можем дроби то мы можем взять просто то на что делится и отправить его из числителя в знаменатель то есть у нас будет три четвертых умножить на 1,8 умножить на одну целую одну пятую а вот эти вот 0,07 они просто уходят в знаменатель и появляются здесь 0,07 умножить на одну пятую почему дальше у нас это то же самое потому что теперь у вас 0,07 стоит под дробной чертой то есть по сути мы на них делим что касается 0,49 получается что если мы рассмотрим числитель тому числитель за счет дробной черты должны поделить и потом еще раз поделить на 0,49 ну что значит поделить а потом еще раз поделить это значит умножить потому что если у вас есть какое-то число да допустим не знаю какое число как бы это получится объяснить ну допустим у нас есть какое-то число а и вам нужно его поделить а затем еще раз поделить на число b то что такое поделить на число b но мы знаем что поделить на число b это умножить на число обратное число b то есть это а поделить на 1 делить на b ну что такое а поделить на 1 делить на b. Но для того, чтобы поделить на дробь, надо умножить на ей перевернутую. То есть это а умножить на b. Соответственно, если у нас наше вот это 0,49 вместе с делением стоит в знаменателе, то мы можем перевести его в числитель и поставить с умножением. Ну и, соответственно, здесь тогда останется просто 2,5. И так можно делать всегда. То есть если у вас есть какое-то дробное выражение, и в этом дробном выражении есть только умножение и деление, то для того, чтобы заменить деление и умножение, вам нужно то, на что делится, перевести, соответственно, в другую часть. То есть если оно стоит в числителе, то отправить в знаменателе, если в знаменателе, то наоборот перенести в числитель. Ну, после того, как мы это сделали, мы можем заметить, что у нас 0,49 и 0,07 прекрасно сокращаются друг с другом. Ну, можно либо подумать о том, что мы можем умножить и там, и там на 100, и, соответственно, потом сократить на 7, ну, либо сразу заметить, что 0,49 делится на 0,07. Ну, 375, я так примерно по-моему думала, что у вас опять там числитель со знаменателем в какой-то момент перепутался, потому что у вас, видите, 375, оно в числителе стоит, и оно делится на 5. А у нас наоборот получалось, что знаменателем опять должен был делиться. Ну, мне так кажется, во всяком случае. И вот мы это сразу сокращаем, здесь просто 7 остается. 375 на 24 на 0,47. Странно, что 0,07 осталось, а 0,49 ушло, я бы так сказала. Это как-то загадочно довольно. Так, если мы хотим что-то с этим делать дальше, опять же, рассматривая это все в комплексе, что нам делать. У нас, соответственно, получается, сверху мы видим, есть 3 четвертых, ну, давайте наши там 1,8, опять же, распишем как 18 десятых, 1,1,5, те же самые, допустим, 6 пятых, и здесь еще у нас 7. И, соответственно, снизу у нас 1,5, ну, и что там 2,5 восьмых, это было 21,8. Мы видим, что можем числительный знаменатель умножить на 5, тогда у нас уходят вот эти пятерки. Видим, что можем числительный знаменатель умножить на 8, тогда у нас уходит здесь восьмерка, здесь четверка, еще одна двойка остается, но можно ее отсюда убрать, и здесь 5 остается. Ну, а дальше что? У нас получается, здесь есть 3 и 7 в числителе, а здесь есть 21. Ну, вот мы все насокращали сразу. И, соответственно, смотрим, что у нас осталось. 18 умножить на 6 и разделить на 5. Это в числителе, а в знаменателе наше удробное выражение ничего не осталось, осталось единичкой. Ну, значит, все наше значение, это 18 умножить на 6 и разделить на 5. Ну, соответственно, это те же самые 108 пятых, естественно. Потому что каким бы способом мы не решали, если мы правильно все считаем, у нас должен получаться один и тот же ответ. Ну, 375 на 24 на 0,07. Откуда еще 375, интересно? Завосит, что такое? Это 5 умножить на 75. То есть это 25 умножить на 3. 25 разделить на 8. Ну, да, мне кажется, короче, что вот это то, что у вас получилось, это вы по пути немножко запутались с тем, что где находится, что в числителе, что в знаменателе. То есть тут явно со множителя примерно те же самые, которые должны быть, только они не там. То есть там часть из них должна быть наоборот. У вас в числителе должно быть знаменателе и наоборот. Так, ну, плюс-минус, я надеюсь, что более-менее понятно, как это надо было делать. Значит, вариантов у нас, в принципе, обычно два, как мы работаем с дробными выражениями глобально. Если, соответственно, вам удобнее, вы можете отдельно вычислить значение числителя дробного выражения, отдельно вычислить значение знаменателем и разделить первое на второе. А можно работать с дробным выражением целиком. Ну, вот, например, для этого удобно, чтобы вместо деления сделать умножение, поперекидывать местами их из числителя в знаменатель, из знаменателя в числитель. Можно сразу умножать, можно сразу сокращать. Ну, и вот как-то вот, как мы сейчас вторым способом делали, делать вот так. Ну, тут каждый сам выбирает, как ему больше нравится. Если ему больше нравится, просто посчитать числитель, посчитать знаменатель, отдельно поделить. Это тоже вполне себе правильно. Так, ну что ж, давайте подытожим. Значит, что мы с вами сегодня делали? Мы с вами смотрели на дробные выражения, какие они бывают, как с ними работать, как решать с ними примеры. И разобрали примерно везде, в каждом случае, по два способа обычно, как это делается. Ну, я надеюсь, что в итоге стало понятно примерно, как с этим работать. Ну, и тогда на сегодня, собственно, на этом всё. Всем спасибо за занятие. До свидания. И через недельку жду вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!